Как открыть компанию в Дубае? Большое количество мошенников. Что значит в России у нас бизнес? Ты там занал что-то, продал, потом через какого-то друга заплатил в Китае какие-то деньги. Сколько, короче, на круг выходит открытие компаний? Чтобы открыть локальную компанию в Дубае, ты обязательно должен был взять местного жителя локального к себе учредителем в компанию на 51%. Вот смотри, я открыл юрлицо, открыл расчетный счет. Да. И мне нужно еще найти местного. Давай нам сверху там 20 тысяч долларов, и мы тебе в течение месяца откроем компанию. И фактически вы сейчас, посмотрев этот ролик до этого момента, приобрели опыт, не знаю, на который было потрачено, ну там, миллионы рублей. Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Люди Про. Мы продолжаем говорить про инвестиции, и сегодня мы обсудим такой вопрос, как открытие компаний в Дубае, и вообще инвестиционный климат в этом регионе. Сегодня я пригласил эксперта, который занимается юридической практикой, бизнесом уже более 15 лет, имеет ряд успешных предприятий в России, и сейчас активно развивает свои направления в Дубае. Ну что, Виталь, рад тебя видеть. Спасибо, что согласился на интервью. У нас сегодня, видишь, такой формат подкаста, поэтому для тех, кто тебя не знает, пожалуйста, в двух словах можешь рассказать, чем ты занимаешься. Да, ну, я Владарчук Виталий. Я уже давно занимаюсь практикой, юридической в частности, да, да. Ну, плюс параллельно, если я считаю не только юристом, да, или адвокатом, да, там, я предприниматель. Да, я имею несколько видов бизнеса, там, у меня HR-агентство, у меня юридическая компания, у меня свой колл-центр, еще и сторонние бизнесы, да, которые я, в принципе, считаю, относительно успешно развил, да, там, я понимаю, как их создавать, где их создавать, в какое время. Ну, в принципе, поэтому у меня, я считаю, получилось. И вот, в 22-м году ты решил обратить какое-то внимание на Дубай, или ты еще до последних событий смотрел туда на этот регион? Ну, на самом деле, на Дубай, мне этот город очень нравился всегда. Да, там, я в Дубай ездил отдыхать с семьей уже многие-многие года ездил, но все мои поездки были следующим образом. Я садился на самолет, прилетал, такси, отель и жил только в отеле. Максимум в одну-две точки выезжал, в стандартный, там, как Дубай, мол, фонтаны, и назад в отель, да, там, и несколько раз съездив, каждый майский, куда пойдем? Дубай. В Европе еще холодно, в Азии уже дожди, да, Дубай. Там, каждая осень, Дубай. Вот, и постепенно, на самом деле, как туристическое место, мне он наскучил, Дубай. Настал такой момент, да, и я уже как-то не хотел туда ехать. И что произошло? Все мои друзья, один, второй, третий, там, один, говорит, я, говорит, создал какой-то бизнес в Дубае, кто-то еще создал, тот собирается ехать. Я говорю, слушай, что вы там еще делаете в этом Дубае, да, мне он скучен, как город вообще, что-то стал в последнее время и так далее. И каждый начал свои истории рассказывать, и мне это вдохновило, этот город. И я решил просто поехать в этот город не как турист, жить в отеле, а как, в принципе, турист-коммерсант. Я прилетел, я выделил там полтора-два месяца в своем графике, там, отложил какие-то дела, и просто жил в разных отелях в разных частях Дубая. Да, там, и перестарался передвигаться в максимум больше пешком, иногда такси, иногда метро, чтобы просто пройти. И вот после этого я влюбился в этот город. Я прошелся по их, ну, не маленький булочкам, как и в Европе, например, а про четко выстроенной инфраструктуре, про четко отмеренным улицам здания, построенные по определенному, скажем так, алгоритму, там, по определенным линиям, да, и я увидел Дубай с точки зрения именно как предпринимателя, да, и увидел, насколько там все растет, как там строятся здания, как там просто, там каждый год появляется что-то новое, и он становится все насыщеннее, все интереснее. Я вижу, как, ну, как туда все поехали. Ну, он притягивает людей со всего мира. Да. А вот ты такой объяснил свой опыт, а на твой взгляд, почему все-таки всех так притягивает Дубай? Почему действительно, если мы говорим про русских, то многие помешались на Дубае. Многие туда ломанулись, решили открывать свой бизнес. Причем, ну, как бы, понимаешь, что бизнес можно открывать по-разному, да, есть там одно поколение людей, для которых открыть бизнес, это давайте снимем офис и откроем компанию, и бац, мы, типа, открыли бизнес в Дубае, а дальше вопрос, что делать с клиентами, а другие, например, что-то как-то пытаются там суетятся, вдруг кому-то оказывают какие-то услуги, и еще вроде ничего не открыли, не сделали. Вот почему, на твой взгляд, Дубай так всех притягивает? Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме, и у меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, Вконтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворят. Ссылка в описании. Смотри, я считаю, что в первую очередь Дубай географически очень удачно расположен. Это центр вселенной, мне кажется. Дубай, да, там это на самом деле в Дубай, из Дубая можно вылететь практически в любую точку нашей планеты без пересадок. Из Дубая летят везде самолеты. Да, там Дубай это центр торговых путей, там огромные логистические порты, там склады, да, там Дубай это стал центр, я считаю, центр международной торговли и международных бизнесов. Вот, раз. Потом, я считаю, что те, кто ведут международный бизнес, да, там захотел пообщаться, например, с одной компанией, там летишь в Америку, с другой компанией в Европу, с третьей компанией летишь куда-то там в Азию. Да, и везде нужно было лететь, куча времени, все это сложно, все это часовые пояса. А с учетом того, что в последнее время все европейские, ну, европейские, все международные компании открыли в Дубае свои представительства. И теперь, если ты хочешь пообщаться абсолютно с руководством любой компании, ты приезжаешь в Дубай. Дубай – это огромная площадка для встреч. Слушай, крайне интересно. Такой вопрос. Вот мы подошли к главной теме на самом деле нашего сегодняшнего подкаста – это открытие бизнеса в Дубае, как это вести. И перед этим хочется спросить вопрос, вот кто портрет, наверное, ну, не клиента, кто вот портрет человека, который приходит с запросом, как открыть компанию в Дубае? Как выглядит этот человек, чем он занимается? Ну, очевидно, что это не там, не какой-нибудь там парень 20 лет, условно, который только там, не знаю, ну, если он только не криптан, да, не криптомиллионер. Вот кто эти люди, которые хотят открыть компанию в Дубае? Ну, так, если брать последние года 2-3, да, там, это предприниматели, которые добились каких-то успехов в своей, там, юрисдикции, в своей стране, где они находились. Да, если брать, там, СНГ бывшие, там, Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, да, там, добились успеха и хотят развиваться. Раз. Второе, я считаю, это те, кто, кому нравится, в принципе, Дубай, как место жительства, да, там, те, кто купили квартиру какую-то, или хотят купить квартиру, да, и хотят бизнес перетащить к себе поближе, то есть, где живу, там, работаю, вам. Вот, ну, если взять последнюю ситуацию, и по ситуации этого года, да, там, то, с учетом того, что половину компании сейчас лишилась возможности вообще ведения международного какого-то бизнеса, потому что все ограничено стало, да, там, Дубай, это стало место, где можно открыть компанию и продолжить свой бизнес практически в тех масштабах, которые он был. Ну, то есть, давай тогда возьмем такой кейс, если мы пока говорим про предпринимателей, бизнесменов из СНГ, то сейчас многие столкнулись с проблемой, невозможностью, видимо, проводить какие-то, ну, платежи, выполнять, соответственно, там, ну, как платежи, транзакции, вести вообще бизнес международный из территории России, поэтому они вынуждены открывать компании в Дубае для того, чтобы, ну, банально карты работали, чтобы с ифтом можно было платить, правильно? То есть, все-таки основной запрос на расчеты, а не на локальное ведение бизнеса там. То есть, ну, наверное, если ты хочешь открыть там кафе, это немножко другой кейс, мы говорим про анкетполи, правильно, серьезную вещь. Ну, я поделил бы этих предпринимателей на две части. Это все равно остались те, которые были в первой категории, которые хотят расширять свой бизнес все-таки, да, на международный формат. Да, там эти коммерсанты, они никуда не делись. Ну, в принципе, тот же спрос, он остался и отчасти увеличивается, потому что, ну, потому что Дубай стал совершенно другим. Он каждый год становится другим. Это плюс 10-20% к развитию Дубая каждый год. Это раз. Вот, но если все-таки взять последний год, да, то все-таки, да, это спрос, чтобы хоть как-то ввести какие-то платежи, да, чтобы хоть у кого-то появилась какая-то карточка, которая может забукировать отель, да, где-то в любой точке мира, там, да, это оплатить даже телефон на Apple Pay, ты не можешь оплатить своей картой. Да, поэтому потребность карточки, спрос сейчас номер один. Понял. Тогда такой главный вопрос нашего интервью, это как открыть компанию в Дубае. Потому что я полагаю, что встает очень много вопросов. Документы, адрес, как-то там, не знаю, деньги туда условно перевести. Если это стоит больше 10 тысяч долларов, то вопрос там. Ну, понятно, что сейчас, в принципе, люди придумывают, как деньги перевести, но как это сделать максимально законным способом, чтобы оказаться там. Но перед тем, как ты ответишь, я хочу попросить вас обязательно подписаться на канал, если вы еще это не сделали, поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы вы могли получать уведомления о новых видео. И так как YouTube остался, наверное, последней площадкой в России, которая еще полноценно работает, обязательно как бы поддерживайте. Здесь всегда будет самый актуальный контент. Стараемся для вас. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин. Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана. При регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком. И вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Что, Илья, главный вопрос, наверное, да, это как открыть компанию в Дубае? Что для этого нужно? Вот, может быть, нас проведешь по шагам, чтобы человек, ну, посмотрев вот это видео, наш подкаст, он вообще понял, надо ему или это, или не надо. А если понял, что надо, то как? Вообще, как это сделать? Куда идти? Потому что, ну, у меня вот, если бы я захотел открыть компанию в Дубае, что бы я сделал? Я пришел в Google и в YouTube. И написал бы, как открыть компанию в Дубае? Я позвонил бы в юридическую фирму, и мне бы, наверное, что-то рассказали, налили бы еще вот кучу воды, что-нибудь еще допродали услуги. Вот как это сделать на самом деле? Я тебе расскажу с самого начала. Ну, давай, начнем, говоришь, позвонил в юридическую компанию. Вот это был самый интересный мой опыт, когда я решил все-таки попробовать, как все-таки юристы из Дубая продают свои услуги. Мне это было очень интересно. Я открыл Яндекс, нашел там 20… Яндекс, не Google. Яндекс, ну, сначала Яндекс, да, потом Google, да, потом понадеялся, что в Google это изменится. Значит, открыл Яндекс, нашел 10-й юридической компании, написал запрос, хочу открыть компанию. Оставил свои координаты, контакты, почты, телефон, и начал ждать. Проходит день, проходит два, проходит три, никто мне не отвечает. Думаю, что такое? Что-то не так. А ты писал на русском или на английском? Я написал и на русском, и на английском. Афигеть. Я поздно, я в двух вариантах написал. Да, да. Потому что, ну, что-то запросов отправил. Ну, где-то около запросов в 10-15. Окей. Отправил. Ответов ноль. Потом, значит, я повторно захожу на все сайты, где я оставлял запросы. Есть у них форма там WhatsApp, написать. Начал писать WhatsApp. Вот в данный момент на WhatsApp, может быть, из где-то 15 сайтов мне три ответило. Ответы, знаешь, посмеемся вместе. Ответы были следующие образы. Первое. Ближайшая консультация, которую мы можем дать, это будет в августе. Это я писал там в марте месяце. Можем вам указать платную консультацию за 500 долларов. Раз, один написал. Вторые написали, походу со мной чат начал общаться. Чат-бот начал общаться. Hello, там, как дела? Вот. Я пишу, хочу пообщаться. Мне нужно живое общение. Перезвоните, перезвоните, перезвоните. Я написал сообщение 10, только после этого на второй день никто-то перезвонил. Вот. И одна компания там более-менее нормально мне ответила. Ну, спустя два дня. И тут ты увидел возможность, что если люди работают так, то если просто сделать нормально, как в Москве, если просто сделать нормально, то все получится, да? Да. Я полу одно, что если все-таки оказать там сервис, хотя бы сервис в скорости ответа в любом вопросе, то это сработает. Смотрите, уникальное торговое преимущество в 22-м году для открытия бизнеса в Дубае. Отвечать в течение 10 минут. Так, продолжаем. Ну, продолжаем дальше, да. Если приступить к обсудить ближе услугу, как ее оказать, да? Ну, чтобы открыть бизнес в Дубае, все-таки, да, там, как мы открываем? Мы получаем от клиента максимум исчерпывающей информации, связанной с видом бизнеса, раз. С клиентами, на которых этот бизнес рассчитан. Это очень важно для Дубае, да? Это внутренний локальный рынок, да? Это клиенты, которые относятся к особым экономическим зонам Дубае. Чуть позже про них расскажу, да? Или это внешний рынок, международное обслуживание. Это важно для лицензии Дубае. Следующий момент, да, там, ну, если брать, как мы привыкли в России, там, да, у нас есть, так, аквет, вид деятельности. Мы можем открыть одно юрлицо и торговать и картошкой, и IT-услуги делать, и криптой торговать, чем угодно, да? У них это исключено полностью. У них вид деятельности конкретно конкретизирован, да? И так называемым нужно получить, открыть не аквет, а получить именно лицензию на данный вид деятельности. Вот это важно, потому что вся дороговизна, открытие юрлица в Дубае, да, это как связано с лицензией. Потому что Дубае позиционирует себя, что ноль налогов НДС, ноль налогов на прибыль, ноль налогов на зарплаты сотрудникам, да, там, и вот это вот пошлино за открытие на лицензию, которая, это есть такая некая скрытая форма налога у них. А лицензии отличаются, например, для IT-бизнеса или продажи картошки? Да, отличаются, да. Лицензия может стоить 5 тысяч долларов, может стоить 50 тысяч долларов. Кардинально отличается, поэтому такого, что прямо вот на вскидку сказать, сколько стоит, надо смотреть. Конкретно под конкретные запросы. Под конкретные деятельности. Даже IT-услуги, если ты продукт производишь IT, это одна лицензия. Если ты продукт продаешь, это вторая лицензия, это две разные компании. Если ты какие-то сайты обслуживаешь или какой-то такой сервис оказываешь, это третий тип лицензии. Очень конкретизировано у них, даже там те же самые IT-услуги. Слушай, класс. Ну давай, допустим, мы определились. Вот я обратился вот к тебе, говорю, Виталь, мне нужно открыть компанию. Я занимаюсь IT, мобильными приложениями. Мы их производим, получаем деньги от Apple. Что дальше? Куда мне идти, что делать? Что мне нужно из документов? Да, значит, ну из документов в первую очередь. Нам нужно понимать, ты все-таки хочешь в Дубае фактически находиться с офисом. Или, например, работать из России, а там будет просто номинальная компания. Это очень важно. Давай рассмотрим и так, и так. Давай начнем с того, что, допустим, сейчас, пусть это будет номинально, но я рассматриваю вариант, что если мой бизнес в Дубае пойдет, то через год я туда перееду. Что мне делать? Ну да, в этом случае мы тебе находим виртуальный офис, так называемый. Офис в каворкинге, который указывается как адрес регистрации компании. Подбираем тебе под конкретный твой вид деятельности лицензию. Ну, в принципе, для старта этого достаточно. В принципе, ты можешь, не приезжая в Дубае, из России заказать эту услугу. Нам оплатить там, либо в наш офис в Москве, там или в других городах, либо через транзакцию виртуально оплатить. И мы запускаем регистрацию твоего юрлица. В течение, ну, в среднем, там, 5-15 дней юрлицо будет готово. Значит, это самая, ну, я считаю, самая простая часть, в принципе, регистрации компании. Просто юрлица регистрируют всем. Начинается следующее оставляющее. Открытие счета. Открытие расчетного счета. Да, там. Вот я считаю, вот на самом деле, в этом, вот в этой части регистрации компании, вот максимально сидит большое количество мошенников. Да, мошенники. Какого плана? Просто, ну, обмануть, обмануть, если компания, если юрис находится в Дубае, там никто не обманывает так подкрытую, да, там, что взять, украсть эти деньги, потому что это... У них, по-моему, по законодательству это запрещено. Там как раз-таки что-то не воруют, что-то не делают. То есть я слышал, что Дубай очень жестко, там, чуть ли не руки отрубают условия. Да, очень жестко. Да, в Дубае, вот, чем мне еще нравятся рынки, чем нравится регион Дубая, там практически, там вообще отсутствует преступность. Ты можешь забыть свой телефон на лавочке. Да, это я слышал, да. Прийти через, там, полдня, и он будет так же лежать, никто его не украдет. Да, там, ты можешь взять миллион долларов в сумку, поехать на автобусе, и к тебе никто не пристанет. С чем это связано? С уровнем жизни или с строгостью законов? Во-первых, я считаю, это строгое закона. Раз. Потому что у них, у них нет такого, что там просто посидеть. У них за малейшее какое-то правонарушение тебя могут депортировать, там, на 5 лет или пожизненно. Да, вот это очень важно. Понимать. Раз. Во-вторых, в Дубае все идут зарабатывать. Да, это не все 99% населения Дубая в настоящий момент, да, это те, кто приехали зарабатывать. Да, и поэтому в чужой стране они не хотят что-то нарушить, чтобы их выгнали. Во-первых, там очень много, там, индусов, да, там, их 80% населения, которые с трудом попали на территорию Дубая, да, и они вообще боятся, там, подышать лишний раз, чтобы их не выгнали. Да, ну, плюс остальные также, остальные национальности, там, русские, ну, весь мир, да. Поэтому в Дубае все пришли зарабатывать, никто не хочет никого кидать, грабить, обманывать, ну, они хотят зарабатывать. Ну, давай вернемся тогда к мошенничеству, то есть, почему тебя могут кинуть и на каком этапе, я не понял, когда тебе продадут компанию без открытия расчетного счета или из тебя возьмут деньги, но не откроют компанию. Они, ну, мошенничество, я называю, в чем мошенничество, не то, что кинуть, забрать твои деньги, да, там, а как это будет, да, там, ты, конечно, я хочу быстренько открыть компанию. Они скажут мне, давай, значит, давай нам сверху там 20 тысяч долларов, и мы тебе в течение месяца откроем компанию. Да, ты говоришь, о, супер, все остальные предлагают по пять месяцев, от двух до пяти месяцев, а вы за месяц, я согласен. И вот, и взяв деньги, они запустят открытия расчета счета, ну, каждый день у тебя будет новая красивая история, почему счет не открылся, потому что нет той бумажки, нет этой бумажки, и у тебя будет в итоге не месяц, а в итоге будет год, и ты им ничего предъявить не сможешь, как таково, потому что они пропишут так красиво договор, что ты деньги назад получить не сможешь, да, там, и фактически. То есть, компания без расчетного счета не нужна глобально, вообще, это как бы воздух. Ты не сможешь, я основной пшик, что компания открывается, если тебя понял, там, 3-5 дней, а дальше начинаются приколы с расчетным счетом. Да. Как решать эту проблему? Ну, как решать, так скажу, какого-то, какого-то прям правила, которому следуя, да, там, ты 100% его откроешь, нету, да, там, всегда есть риск, что кому-то могут все-таки не открыть расчетный счет. Что такое вообще финансовая система Дубая, да, там? Давай до этого разберем, до момента открытия расчетного счета, сколько денег ты уже заплатил, то есть, сколько денег ты рискуешь потерять, если вдруг ты откроешь компанию, но не сможешь открыть расчетный счет. Ну, в среднем открытие юрлица просто без расчетного счета, там, стоит в районе, там, ну, тысячи-двух тысяч долларов. А лицензия и плюс лицензия? А, и плюс пошлина за лицензию. То есть, фактически, ты уже входишь туда тысяча две долларов, плюс еще покупаешь лицензию, и условно дальше у тебя еще казино, то есть, откроют компанию или не откроют? Да, да. Это риск, это все будет риск. Финансировали. Да, окей. И вот эта процедура лицензия плюс открытие занимает неделю? Ну, где-то до 14 дней. А сколько занимает открытие расчетного счета? Открытие расчета занимает от двух, там, до 12 месяцев, может достигать. То есть, такого, как в России, ты пришел и получил расчетный счет, сегодня нет? Никто не может там пообещать открыть компанию. Даже кто пообещает, он 100% обманет. Нереально. Никто не может договориться, там открыть расчетный счет быстро. Что нужно для того, чтобы открыть расчетный счет с минимальным количеством проволочек, чтобы уложиться, ну, пусть в три месяца? Я считаю, номер один, что нужно делать, это в открытую показать вообще свою историю. Потому что банк, Дубай, смотрите насквозь. То есть, он тебя в рентгеном просвечивает, нужно честно рассказать, чем ты занимаешься здесь, твои источники доходов тебя, твоей семьи, как ты тратишь деньги, полностью дороже все рассказать. И нарисовать свои схемы бизнеса, как они выглядят здесь, там, в твоем регионе. Давай сравним, то есть, если в России всем пофигу, ну, объективно всем пофигу, только комиссию с тебя взять, то там тебе нужно, условно, как по американской модели, представить, ну, условный бизнес-план, то есть, рассказать о том, чем ты будешь заниматься. И если банк, то есть, банк принимает решение, если банку понравится, то он тебе откроет расчетный счет. Да, если банк, он должен поверить банк и должно поверить ЦБ Арабских Эмиратов о том, что ты не обманываешь. Получается, есть некий какой-то двойной контроль. Сложно, ну, может, знаешь, может, нет. Не обязательно знать, сколько банков вообще в Эмиратах, я имею в виду. Ну, то есть, вот у тебя есть компания, какой у тебя выбор банков, у тебя, по идее, должны быть представительства любых банков, не знаю, хоть Ситибанк, хоть любой банк. Есть, наверное, локальные, правильно, какие-то дубайские банки. Ну, не готов сказать, мы работаем больше с американскими банками, с египетскими банками. Ну, банков 20 есть точно там, да. И как подается заявка? Типа, дается сразу в несколько банков, чтобы где-то откроется, где-то нет? Или ты идешь по очереди? Нет, идешь по очереди. В несколько банков запрещено подавать, потому что в какой бы банк ты не подал заявку, все информацию они отсылают в ЦБ на проверку. Ага, как интересно. Так, ну, что нужно для открытия расчетного счета, кроме бизнес-плана? Нужно будет все твои данные полностью, да, там российские данные, да, там нужны будут выписки из твоих личных карточек, откуда у тебя деньги пришли, куда ты их истратил, да, там сколько ты получил денег. Выписки, если у тебя какой-то есть ИП или какие-то компании, выписки своих расчетных счетов компании, и ты должен банку доказать, что ты коммерсант именно вот в этом сегменте рынка, бизнеса, да, который ты хочешь открыть. Если ты, например, хочешь быть айтишником, да, я вот занимаюсь айти-разработкой, а какой тебе опыт должен банку рассказать и не обмануть, чтобы он будет перепроверять. У них там целый допрос, система допроса, опроса, да, сколько ты этим бизнесом занимаешься в России. Потому что, например, сказать, да я вот работал там с другом, увидел, как он красиво умеет там сайты писать, я то же самое точно сумею, хочу открыть компанию. Не откроют. Банк должен быть уверен, что ты умеешь заниматься тем видом бизнеса, который ты хочешь открыть в Дубае. То есть в Дубае приходить с нуля ты не рекомендуешь, это почти невозможно. То есть в Дубае надо уже приходить с чем-то готовым где-то, условно, заработай на своей земле какие-то деньги, получи какой-то опыт, экспириенс, наработай экспертизу и после этого… Можно открыть. Можно открыть. Да, ну как-то если будешь искусственным там вруном как-то обманишь банк, ну я бы не стал. Ну что чревато, если банк поймет, что ты их обманул, это черный список пожизненно. Да, и ни один банк не откроет, а компания без счета вообще… Как юридические компании помогают при открытии расчетного счета? Они как-то облегчают этот путь или нет? Ну так скажу, в первую очередь юридическая компания рассказывает то, что я рассказал. Человек должен осознать это и не пытаться обмануть ни себя, ни юридической компании, тем более банк. Мы вместе с клиентом просто рисуем их схему бизнеса, потому что многие даже не могут объяснить, как бизнес выглядит. Что значит в России у нас бизнес? Ты там занал что-то, продал, потом через какого-то друга заплатил в Китае какие-то деньги, все выглядит вот так вот. И как это не смешно звучит, это Россия. Да, там Россия работала и работает всегда стандартно, даже при всей суровости закон на сегодняшний день. Поэтому бизнес нужно красиво разложить на бумаге, в голове клиента, первое, чтобы он мог в банке это рассказать. Да, там правильно подготовить все документы, да, там, чтобы была какая-то логика этих документов, откуда берутся те либо иные деньги, потому что по каждой там могут поопираться и спросить, что это за деньги. Если они поймут, что ты врешь, они углубятся и поймут, что ты врешь, и, ну, это будет только хуже. Сколько это стоит, подготовка, подготовка клиента или тебя вот к подаче в банк? Ну, мы берем это как комплексную услугу, мы не берем деньги, там, за подготовку к собеседованию, там, или за подготовку к бумажке, да, там, ну, в среднем открытие расчетного счета стоит, там, от, там, двух тысяч долларов, там, и выше. Все зависит от того, насколько темная история по эту сторону граница, да, у клиента. Из своей практики, у какого количества людей темная история, а у какого белая? Ну, на самом деле, мне попадались прямо с конкретной темной историей, где я даже сам не понял, где он, он, клиент просто врал всем, и мне, и себе, и моим сотрудникам, где он взял деньги, там, да, на открытие, он, мне кажется, слышал, что какой-то его друг там в Дубае торгует золото, он ушел тоже золотом торговать. Ну, вот что-то типа такого, да, ну, это такая маленькая, на самом деле, доля клиентов, да, те, кто, у кого есть какие-то, ну, скажем так, все разработанные деньги в России, там, да, они не пытаются открыть бизнес, они находят просто каких-то, там, умных коммерсантов, к ним как-то рядышком встают и вкладывают деньги в их бизнес, они развиваются. В основном, большинство компаний с какой-то такой, скажем так, бело-серой историей, да, там, которая, в принципе, ну, нормально, нормально проходит в Дубае, если мы красиво ее разложим, расскажем, да, там, какие источники дохода, что тут мы чуть-чуть, например, там взяли налом, тут взяли без налом, но бизнес работает, у нас так это можно, вот, ну, и, в принципе, это все проходит, главное, чтобы не было конкретного криминала, да, там, чтобы, не дай бог, где было там оружие, наркотиков, что-то с этим связано. Помогают ли какие-то знакомства в банках? Условно, ты пошел на тусовку к шейху, познакомился с банкиром, вы вместе тусанули, отдохнули, и ты ему наутро звонишь, говоришь, эй, там, не хочу называть никакие имена, чтобы никого там, ну, условно, помоги открыть компанию, вот у меня классный клиент, классный друг, это работает или нет? Вообще не работает, ну, я думаю, что шейхи с этим не будут связываться, им это, в принципе, не надо, да, там, все, что там работает, ты будешь знать какого-то там начальника отдела в каком-то банке, да, там, с ним очень хорошо дружить, там, может быть, там, его какие-то подарками к праздникам ему одаривать, и все, что это даст, что он максимум ускорит просто, может быть, как твои документы, он не сможет решить твою проблему, если она конкретно у тебя есть, там, с твоими деньгами, с историей происхождения денег или с бизнесом. Все, что он сможет, так как документ Тедорджбанка не отсылает в ЦБ, он будет просто быстрее и активнее дергать ЦБ, ну, пожалуйста, ответьте быстрее, что, какой следующий шаг, чтобы ЦБ побыстрее реагировал, побыстрее отсылал новые запросы, там, какие документы, вот только таким образом можно ускорить. Зачем, на твой взгляд, люди открывают компании в Дубае? Ну, я считаю, в первую очередь, во-первых, Дубай – это огромный рынок, да, там, это огромный рынок практически на любую сферу бизнеса, торговля, услуги, IT, крипта полностью, да, там, там, в Дубае и в настоящий момент есть все. Все крупнейшие международные компании открыли свои офисы в Дубае, это номер один, да. Я считаю, ну, номер два, это географически удобно, да, там, Дубай, если брать, например, СНГ, это, в принципе, один часовой пояс, да. Климат, там, в отличие от Азии, ну, в принципе, очень комфортный климат, там, может быть, пару месяцев в году, там, июль-август, там еще жарко, да, и то, в принципе, для работы это не повлияет, то есть, ты работаешь дома, кондиционер, на работе кондиционер, машине кондиционер, не проблема. Вот, климат комфортный, да, значит, отсутствие налогов, вот, отсутствие налогов, может быть, тоже, там, одно из первых мест, да, там, почему там открывают, да, там налоги отсутствуют, только при большом обороте ты максимум поддаешь налог, это 5% НДС, все. Все, вот, давай перейдем к теме налогов, предположим, я открыл компанию, у меня открыли расчетный счет, я получил на счет, там, 100 тысяч долларов, как мне получить эти деньги легально самому, ну, например, у меня там какой-то, у меня есть, да, пример, у меня из этих, там, денег, я, там, 70 тысяч расходов, и, там, 30 тысяч моих чистых, заработанных, моей, там, прибыли, как мне быть с выводом прибыли, я ее просто перевожу себе на расчетный счет, на счет физлица, и, как бы, круто, или как-то плачу себе дивиденды, как, вот, как легализуется прибыль дубайской компании. Ну, в таком моменте расскажу сразу, просто так вот положить себе 70 тысяч долларов на счет, ты из России не сможешь взять и привезти в кармане. Нет, ну, заработал, заработал, мне клиента заплатили. Ну, да, вот, если ты заработал деньги, да, там, к примеру, и ты понимаешь, что у тебя, ну, твой день спадает, там, всего лишь, там, под 5% НДС, ты его оплачиваешь, и все, это чисто твои деньги, ты можешь просто как дивиденды их снять, переведя на свою карточку. И ты не плачешь налог, ни с дивидендов, ни с чего, просто, как бы, заплатил. Ну, налогов нет. Идеальное место. Экономическая зона, особая экономическая зона, там, что-то для крипты, или, там, для айтишников, что-то происходит. Если и так кругом нули, ноль налогов, то в чем смысл особой экономической зоны? Ну, экономические зоны, их в объединенных Арабских Эмиратах около 50. Я помню экономический зон, да, большинство этих зон находится в Дубае, вот, и примерно, там, по 5-6 зон в каждом Эмирате. Это разночка. Для чего их создавали в свое время? Раньше, это год-два назад, потому что недавно изменилось законодательство, чтобы открыть локальную компанию в Дубае, ты обязательно должен был взять местного жителя локального к себе учредителем в компанию на 51%. Это было обязательно условие. Сколько лет назад? Это, ну, вот, год назад, всего лишь, законно изменили, да, и до этого времени, любая компания открытая локальная в Дубае, да, там, она попадала под этот закон. Получается, ты находил местного жителя, делал у себя учредителем на 51%, вот, ну, плюс, потом, параллельно они как сделали? Они подписывали с местным жителем соглашение, что он не имеет никаких экономических претензий к тебе, ни юридических, он просто числится. Ты с ним все это подписывал, и вроде как все это работало. Но Дубай, это крупный, особенно, компания инвестиционная, кто заводит деньги на компании, да, для них был риск вложения в юрлицо, в котором 51%, то есть, контрольный пакет был у местного, да. Это чуть ограничивало приток инвестиций в Дубае, да, там, и Дубай, вот, кстати, недавно принял закон о том, чтобы теперь локальную компанию можно полностью открыть на себя, и ты будешь 100% владельцем. Максимум, там есть такая помарочка, ты должен с местным жителем заключить договор о том, что он твои интересы во всех госорганах будет представлять. То есть, до сих пор? До сих пор, да. Подожди, дай мне разницу, я запутался. Локальная компания в Дубае и то, что мы обсуждали номинальная компания в Дубае, это две разные истории? Нет, стоп, так, сейчас, значит, не номинальный, а мы говорим про локальную компанию. А чем локальную? То есть, локальная, это когда я прям хочу вести физический бизнес там. Физический бизнес там, полноценная компания, как у нас в России. А виртуальную офису я могу открыть без соглашения с таким местным, правильно? Давай еще раз тебе попробую. Да, я просто запутался. Стоп, так, знаешь, так, физические введения этого бизнеса, ты можешь сидеть и в своем городе, где ты живешь, там, в России, в любом государстве, и вести деятельность. Мы говорим про вопрос именно самого юрлица. Вот смотри, я открыл юрлицо, открыл расчетный счет, и мне нужно еще найти местного. Да, ну, ты местного найдешь в момент регистрации компании, ты заключаешь с ним договор о том, что он представляет твои интересы. То есть, ты, в том числе, как юридическая компания, у тебя есть толпа этих местных, которые, как бы, представляют твои интересы. Да, ну, фактически, мы просто с ним заключаем договор, платим определенные деньги, их зарплату, и все, они никуда не лезут. Как генеральный директор России, да. Ну, что-то типа такого, да, там, ну, ты, в любом случае, по нынешнему законодательству, ты стопорцентный учредитель компании, ты генеральный директор, ты полностью руководительностью, а он якобы представляет твои интересы в государственных органах. Все, понял. Вот, чисто для этого его оставили. А он прям физически ходит в государственные органы? Нет, нет, они никто не будет, просто доверенность. Окей. Есть. Поэтому мы обсудили просто обычное юрлицо, которое, полноценное юрлицо, с этим юрлицом ты можешь вести локальный, местный бизнес, со всеми компаниями, юрлицами, любые виды бизнеса. И также в международном формате с другими компаниями. И переходим к особо экономическим зонам. Да, особо экономические зоны, они были созданы до принятия этого закона, да, и имели, ну, их основная была цель, то, что в свободной экономической, открывая компанию в свободной экономической зоне, ты можешь быть полноценным стопроцентным учредителем в этой компании. И ты же гендиректором, локальный житель не требуется. На эти экономические зоны наложили определенные ограничения. То есть, их создали несколько для чего? То есть, если их разделили на типы бизнеса, там, телекоммуникация, там, медицина, там, IT-зона, там, торговая зона, там, портовая зона, то есть, все виды и подвиды бизнеса разбили на эти зоны, и ты, открывая компанию в этой зоне, ты обязан, во-первых, арендовать офис только на территории этой зоны, виртуальный будет, то есть, ты можешь там сидеть, можешь не сидеть, как коворкинг там арендовать, вот, ну, ты арендуешь, вот. И ты работаешь только либо с компаниями, которые входят в состав твоей экономической зоны, раз, или с компаниями, только не относящиеся к локальному рынку, то есть, все международные компании. То есть, на локальный рынок ты не имеешь права давать никакие услуги свои, как таковые. То есть, ты пользуешься всеми услугами, всеми льготами по налогам, работать международным, но на локальный рынок ты ничего не можешь делать. А чем они отличаются? Наличием того, что здесь у тебя есть араба, а здесь нет араба? Да. Ты знаешь, я бы ни за что не предположил до этого интервью, что особая экономическая зона отличается наличием араба в учредителе. Да, вот только ради этого. Мне кажется, вот даже только ради этого стоило посмотреть это интервью, чтобы реально разобраться в этих вопросах, потому что я не был на консультациях по открытию компании в Дубае, но сейчас этот такой формат подкаста является определенного рода консультацией. Для этого и делаем такой контент, чтобы вы посмотрели, для вас многие вопросы прояснились. Если вы понимаете, что да, это мое, то можно как бы смело приходить к Виталию, там будут его контакты, подумаем еще, что укажем, не знаю, укажем какой-то, наверное, сайт. И можно работать. Смотрите, это прям все рассказал, все пояснил. Слушай, круто, то есть давай еще раз зафиксируем этот момент. То есть особая экономическая зона от компании, обычной, открытой в Дубае, не отличается ни по налогам, ни по прибыли, ни по дивидендам. И основное отличие в том, что здесь у тебя нет араба, но ты здесь ограничен тем, что не можешь делать бизнес локально за пределами экономической зоны международки. А здесь у тебя есть араб в учредителях или где-то там. Сейчас не учитель, сейчас в доминальном договорном представлении интересного. Но можешь делать типа, что хочешь. Кому подходит особая экономическая зона, а кому подходит локальная компания? Ну, настоящий момент, с учетом того, что с последним законом, когда отменили, чтобы местный локальный житель был у тебя учредителем, сейчас, ну, я считаю, спрос на компании в экономической зоне, он начинает потихонечку отходить. Ну, очевидно, да. Да, все по старинке спрашивают, мы хотим во фризоне, называется фризона, да, у них. Вот во фризоне такая компания, мы объясняем, что нет смысла с этого сегодня, вообще нет смысла. Может быть, в каком-то моменте она будет чуть дешевле, чем локальная компания за счет стоимости лицензии. Где-то чуть дороже, да, там. Но фактически сейчас они потихонечку, они будут отходить. Понял. Давай теперь деньги разберем, потому что столько событий. Местному заплати, банку тут заплатить, тебе заплати за услуги, за адрес заплати, еще что-то заплати. Сколько, короче, на круг выходит открытие компаний? От момента, когда я взял трубку и позвонил в WhatsApp, мне никто не ответил, я дописался до нормальной компании, которая отвечает вам в течение суток, до того момента, когда у меня есть расчетный счет, я могу работать, условно, я могу работать, это означает, что у меня есть юрлицо, я на него могу принять деньги, а не платить налогов, ну или если есть, я себе попадаю под налоги, но могу взять, вывести деньги себе и начать ими пользоваться. Вот сколько, принесешь и все индивидуально, как я понял, зависит от стоимости лицензии и прочее. Давай возьмем вот такой либо усредненный, либо там самый популярный формат, вот сколько нужно денег на это. Давай так, я тебе еще, мы забыли обсудить еще очень важную составляющую, она и экономическая составляющая, это визовая составляющая учредителя компаний, директора компании и сотрудников компании. Давай закроем тогда финансовый блок и вернемся к визовой составляющей как приятному бонусу этому. Ну да, потому что визовая составляющая, это часть, это часть коста. Основная, обязательная часть коста, да. Тогда погнали, что тебе дает, расскажи, очень интересно. Давай так расскажу, значит, учредитель, к примеру, рассмотрим самую простую ситуацию. Учредитель, он же является генеральным директором компании, одно лицо. Открыв компанию, он обязан будет открыть еще расчетный счет на себя, как на физлицо. С этим есть проблемы или нет? С этим в принципе проблем нет, но процедура тоже она есть, тоже нужно в открытую рассказать кто-то, что-то, но в принципе проблем с этим нет, это самая простая часть открытия счета. Раз, во-вторых, получить визу, визу резидента Эмиратов, да, там, вот открытие, открытие визы, да, только госпошлина, это нужно сделать страховку, нужно сделать дактилоскопию, нужно подать документы на получение этой визы, то есть это примерно около двух, там, двух, 2300 долларов примерно стоит на одного человека. Без этого невозможно открыть компанию? Не, это ты обязан сделать после открытия компании. А, сразу после, странировал, да. Сделал, получил на себя документы, визу, все, ты имеешь право. Один есть очень интересный, приятный бонус, ты можешь заходить не как турист, стоять в очереди, там, на паспортный контроль, а ты через отдельную, отдельный турнике приложил свой паспорт, твои глаза считались, и ты пошел. А, ничего себе. Занимает ровно, там, одну минуту. Да, это маленький монстр. За 2-300-то как бы, ну... Может, на два года. Да, да, да. На два года, да. Ты с этой визой можешь находиться два года, любое количество дней в году на территории страны. Следующий момент. Ты обязан заменить у себя водительское удостоверение. Не заменить, а получить местное водительское удостоверение. Да, это тоже стоит денег. Это стоит, примерно, нужно пройти местную автошколу, сдать экзамены. Если ты хочешь водить. А, если хочешь водить, да. Если хочешь водить, да. Ну, в принципе, в Дубае, ну, можно передвигаться на такси, но это относительно дорого передвигаться. И все стараются, там, купить машину, либо арендовать машину, кто как хочет. Да, поэтому, ну, все обычно пользуются этим услугам, потому что ты не имеешь права сесть за руль со своими водительскими правами после того, как ты получил все документы. Все, я понял. Нельзя, да. Поэтому получить, отучиться в автошколе, повторно, получить права и сдать на эти права, стоит еще, может быть, около 3000 долларов. Так, уже набежал. Уже набежал, да. Вот эти две составляющие, там две, там и 3000 долларов, 5000 долларов, это в любом случае, я сейчас называю, к визовой части относятся, которые ты необходимы, чтобы ты сделал, как учредитель и генеральный директор. Можно ли купить права в Дубае? Ну, купить… Это вопрос-подвох, понимаешь? Купить нет, можно сдать по VIP-коридору. По VIP-коридору. Назовем это так. Отлично. Так, хорошо. А что тебе дает еще это резидентство, кроме того, что это обязательно? Это еще скрытая форма налога, как я понял, и возможности проходить без очереди. Что на тебе? Ну и нахождение в Дубае, какие-то еще плюшки есть? Ну, в принципе, нет. В принципе, это необходимая часть, которая тоже входит в процесс открытия компаний в Эмират. И давай посчитаем. Еще важный момент, ты можешь арендовать жилье либо машину на срок больше одного месяца, потому что если ты как турист, ты жилье больше одного месяца арендовать не можешь. Ты можешь месяц арендовал, и потом новый договор исключая на аренду при жилье. И гостиница так же. Ты не можешь в гостинице жить там два месяца, тебе скажут, только вы не резидент. Ну, продлевай. Пожил, закрыл проживание, снова сделал. Так вот возможно. Поэтому, да, тут только имея визу, да, ты имеешь право, квартиру арендовать там на год, на два, на три. Сколько тебе времени потребовалось, чтобы разобраться во всех этих тонкостях, деталях? Ну, с учетом моего опыта, да, там, построение бизнесов, я быстро схватываю, да, там, ну, я считаю, за месяц, да, я разобрался. Да, ну, я так скажу, я находился здесь, в Москве, в офисе, лазил по разным сайтам, читал. Ну, я не мог разобраться во всем этом, да, пишут, ну, конечно, полный бред на сайтах, юрокомпании, какие-то статьи. Очень тяжело разобраться, особенно с этими зонами экономическими, да, вообще непонятно, информация путается, там надо смотреть срок публикации статьи, это было в этом году, в том году, все путается, да. Да, вот, прожив там полтора месяца, да, там, я встретил кучу своих друзей, потому что даже не думал, что кто-то мог поехать в Дубай, а он, оказывается, в Дубай уже бизнес делает, не сказав мне. Да, ну, просто встречаешь, там, ну, все сейчас побежали в Дубай, все там пытаются что-то сделать, вот, и, в принципе, я со многим пообщался с местными жителями, с друзьями, кто там вот 10 лет, 15 лет, да, и, в принципе, у меня картина сложилась полностью, да, там, я полностью стал владеть информацией, потому что отсюда было все-таки тяжело. Смотрите, то есть, фактически, вы сейчас, посмотрев этот ролик до этого момента, приобрели опыт, не знаю, на который было потрачено, ну, там, миллионы рублей и десятки лет опыта, знакомств, Италия, просто, видите, в таком одном конкретном сжатом формате. Смотри, перед тем, как ты ответишь, сколько стоит все-таки открыть компанию в Дубае, вот, прям, ну, от А до Я, я попрошу вас обязательно еще раз подписаться на канал, если вы это не сделали, поставить лайк, и не стесняйтесь, самое главное, писать вопросы в комментариях. Вы можете задать абсолютно любой вопрос, который вы, который у вас родится в ходе этого подкаста, этого интервью, Виталию, и я к нему отдельно прям, когда будут какие-то конкретные вопросы, я ему прям напишу, наберу, и попрошу, чтобы либо кто-то и вызывал команды, либо, может быть, какие-то самые интересные вопросы, а Виталий даже сам, ну, в принципе, ответил. Классно, смотри, так, сколько стоит под ключ открыть компанию в Дубае, потому что я уже тут, я не запутался, я тоже, скажем, парень смышленый, да, ну, давайте, пойдем по порядку. Пришел, значит, зарегистрировал компанию, купил лицензию, подготовил бизнес-план для банка, наверное, что-то сделал с банком, может быть, еще какой-то депозит в банке требуется, не знаю, потом тебе еще нужно заплатить резидентство и что-то еще. Сколько на круг? Если не брать депозиты банка, вот правильно ты момент отметил, да, я забыл про него сказать, то, что многие банки, полностью тебя просветив насквозь, да, там, скажут, все-таки, на всякий случай положи на счет, там, 15-20 тысяч долларов, это необнуляемый остаток, который будет лежать. Да, я про это слышал. Да, да, это, да, это обязательная история, все банки какую-то сумму просят, кто-то больше, кто-то меньше, бывает такое, что некоторые банки скажут, положи там 100 тысяч долларов, а человек реально не может положить 100 тысяч долларов, просто мы идем в другой банк, сдаем, там еще ждем, там, может, месяц, но когда уже тебя, уже один банк проверил, быстрее происходит в втором банке, там просто мы торгуемся, чтобы там не снижаем остаток был, там, какой-то комфортный для него сумма. Вот, берем полностью под круг, давай возьмем, ну, относи, это самая простая лицензия, IT-услуги, ну, она самая простая, самая дешевая, там, она стоит, там, около, там, 5-6, там, 6-7 тысяч долларов, она будет стоить, с учетом нашей комиссии, работы нашей команды, консультации на круг, это будет, ну, около, там, 15-17 тысяч долларов. А, ну, то есть, в принципе, полтора миллиона рублей. Ну, в принципе, да, полтора-2 миллиона. Знаю, в каком курсе сегодняшний момент, вот, очень дешевое удовольствие, потом еще, потом еще хорошо, ну, добавь, ладно, зафиксировались, фиксируемся, там, 17-20 тысяч долларов. Да. А в среднем полгода занимает? Ну, я считаю, максимальный срок, у меня редко было дольше, да, там было дольше только из-за какой-то темной истории нашего клиента, там, мы, там, документы эти, там, делали, выносили в банк, банк, говорит, подправить, подкорректировались, откорректировались еще долго. Вот, если клиент с нами, естественно, открыт, открыт, нам все рассказывает, потому что мы поможем, мы же не какой-то фискальный орган, которому сделать хуже, мы, наша задача, мы максимально быстро открыть расчетный счет, компанию, и вообще запустить его работать. Поэтому, все зависит от открытия клиента, отсюда относительно уменьшаются сроки. Я считаю, смотри, ну, вот, такой тебе вопрос, я тебя знаю, знаю твой бэкграунд, знаю, на чем ты ездишь, где ты живешь, да, как бы, условно, есть определенный траст, ты называешь такую сумму, типа, солидную, там, 17-20 тысяч долларов. И, говорю, еще и полгода. Да, по-любому сейчас нас посмотрят, и появятся чуваки, которые скажут, это все чушь, давайте, типа, запятак вам открою, там, типа, за месяц. Возможно ли это или нет? Нет, невозможно. Невозможно запятак открыть компанию, потому что есть стоимость официальных платежей, есть стоимость наших услуг и моей компании. Да, в принципе, мы, когда коммерческое предложение подготавливаем, мы все прописываем, сколько стоит тот либо иной этап. Мы никогда не говорим клиенту, дай мне, там, 20 тысяч долларов, я сейчас здесь открою, и жди меня полгода, тогда можешь спать спокойно. Нет. Зачем? Не надо мне эта сумма сразу. Давай поэтапно. Открываем компанию, там, он оплатил нам стоимость моей работы, официальные платежи, компания открылась. Идем в банк, следующий этап. Там, делаем визовую вставляющую, следующий этап. Поэтому, в принципе, поэтапно идем, клиент видит, как мы работаем, скорость устраивает, не устраивает, бывают какие-то притерки с клиентами. Ну, все это решается. Если он видит нашу открытость и честность, мы не обещаем золотых гор, если мы это не можем сделать. Потому что он следующий этап с нами не продлит. Поэтому мы все открыто показываем, берем частями, работаем, он видит нас, запускаем его. Окей, зафиксировались. Заплатил 17 тысяч, полгода подождал. Сколько у меня потом стоит все это в год? Ну, сопровождение счета, там, а, 17 тысяч или еще депозит. То есть, по факту, наверное, открытие компании будет стоить 1030-1040. Ну, я бы взял еще 10-15 тысяч долларов депозит. Ну, типа 35-40, давай так вот, реальная цифра. Во сколько мне обойдется потом годовое сопровождение обслуживания? Ну, смотри, если, например, не берем, там, арену твоего офиса, твоей команды, это все твое оставляющее, это отдельное оставляющее. Ну, в среднем мы берем, если, там, IT-компания с небольшим оборотом каким-то, там, ну, будет 500-700 долларов стоит бухгалтерия ежемесячно. Это раз. Дальше, юридическое обслуживание, да, там, если, например, у компании, например, там, один клиент, например, да, многие открывают, особенно сейчас фрилансеры, ну, скажем так, фрилансеры, которые открыли компанию под какого-то одного клиента, там, им, может, даже юрисопровождение какого-то не нужно. Они, у них есть один-два клиента, они работают, и все, как бы, сами вопросы юридически свои решают, им не требуется помощь. Что за фрилансеры, которые потратят 45 тысяч долларов под одного-двух клиента? Ну, я считаю, знаешь, я назову так это топовые фрилансеры, да, которые, в принципе, добились какого-то успеха в своей отрасли, да, там, и хотят работать на другом рынке, да, там. Но многие международные компании не хотят работать с физлицом как сотрудником, или, например, у них, кстати, в Дубае, я тебе рассказал, есть форума фрилансера, регистрация фрилансера. То есть, это, в принципе, у нас мы называем фрилансер или, там, самозанятый, либо ипшник, а у них это называется, это фрилансер. Давай закроем сопровождение и поговорим про фрилансеров, потому что это очень интересно, потому что, ну, я сейчас понимаю, там, даже из моих знакомых, а я много беру интервью, много общаюсь в бизнес-тусовке, но, там, я понимаю, что, там, не так много людей, подняв полный прайс, типа, там, 45 тысяч долларов, скажут, погнали, сдадут зеленый свет. То есть, это значит, у человека должно быть убедительный бизнес-план, у него должно быть понимание, как он будет продавать свои услуги, чтобы только, ну, там, условно, 2,5 миллиона, нет, сколько это по текущему курсу, хамон, чтобы, там, просто 5 миллионов валить только в юридическую обвязку, и потом еще все остальное, так, сколько, вот, потом в год будет, давай, 700 бухгалтерия. Ну, примерно 1000 долларов юру услугиваться. В месяц, год? В месяц. В месяц, так, 1700. Все, в принципе, на... Умножаем на 12. Поддержание, да, вот, умножаем на 12, получается. В серии еще 17, ну, понятно, еще 17 в год. Нехило, так? Нехило. Знаешь, на самом деле, когда я начинал открывать бизнес там, я вот сидел, просчитал все, думал, какие нужны деньги достать из кармана и запуститься. Потому что для меня это были дикие суммы, да, я знаю, что открыть компанию в Москве, это стоит, там, 50 тысяч рублей, и все, да, там, 3 тысячи рублей банку, плачешь комиссию, и ты работаешь. Вот, у них-то все по-другому, там, для меня это был какой-то шаг, открыть, перебороть моральный какой-то такой черту, столько денег отдать, какую-то относительно неизвестность. Легализовался. Да, да, в какую-то неизвестность, для многих это неизвестность, это непонятный регион, да, там, но, когда ты более глубоко копнешь вообще, какие возможности это в регионах, кто там в этом регионе, какие там компании, ты поймешь, например, да, в Москве, если ты называешь там за открытие компании 3 тысячи долларов в счет, тебе пошлют далеко и подальше моментально, да, там, ты берешь там 10 тысяч рублей, с тобой за 2 тысяч рублей торгуются, да, там, чтобы скидку получить. Там, при довольно-таки относительно высоком уровне жизни, это норма, да, это норма, люди привыкли платить большие суммы денег, особенно за юридические услуги, да, там, потому что, ну, это, это практика. Там, там, любые услуги стоят дорого, да, там, услуги такси стоят дорого, юридические услуги, там, туристические, все стоит дорого, квартиры стоят дорого, да, там, вот я, например, уже арендовался квартиру районом Blue Waters, да, там, я помню, что я еду в Дубай жить, я не хочу жить в дешевой квартире, да, я оттуда живу в хорошей квартире, зачем я там жить в дешевой, как разнорабочий, да, и вот я хочу... Обидел разработчиков сейчас, не, а, разнорабочий, да, разнорабочий, да, там, я же, я же не строитель, да, вот, я хочу, хорошо, да, там, квартира, например, там, 150 метров в Москве, ты можешь арендовать арендовать арендам за 200 тысяч рублей, 300 в хорошем районе, да, там, а там стоит миллион рублей в месяц, я плачу, да, там, и, ну, это надо просто к этому привыкнуть, это понять, идти, да, там, и это какая-то инвестиция в будущее, была, открывая компанию, снимая, арендуя квартиру, а там, квартиру, не как у нас, ты платишь помещено, ты платишь, потому что у них есть такое понятие чеков, один, два, три, чек, то есть ты платишь либо по квартально, это самое лучшее, что можно договориться, а хорошие квартиры хотят либо за год вперед, либо за полгода. Чеком вперед? Да, чеком, то есть у них чек, у них практика чеков есть, то есть не кэшем платишь, а выписываешь чек, они его обналичивают. Перед, раз мы подошли к теме чеков, смотри, как дальше построим, сейчас, ну, в чем смысл? Давай, короче, вопрос про Америку, объясню, потому что про чеки заговорили, потом тогда про офисы, сколько мне еще офисов войдется, если хочу, потом делать бизнес, и потом про фрилансеров, вот сейчас такой. Давайте, хорошо. Чеки, чеки, это чисто американская история, и нет ли у тебя ощущения, что сейчас, ну, Эмираты всегда были лояльны Соединенным Штатам, насколько, ну, я, по крайней мере, знаю, что сейчас, по сути, собирая туда всех, в том числе предпринимателей с русскоязычного пространства, ничего не мешает в один прекрасный момент, Эмиратам как-то объединиться со Штатами, все им, хотя там и так все прозрачно, но как-то все им слить, заблокировать русским счета, сделать что-то еще, то есть, нет ли у таких расходов и у открытия компаний в Дубае неких таких страновых рисков все-таки из-за конфронтации наших двух государств? Ну, знаешь, это такая, мальшина, над тем уже долго разговаривать, там, как все поведут та-либо иная страна, мы, это, знаешь, давай простой кейс, вот. Закис, я считаю, это всегда будет риском, нельзя быть на 100% уверены, что Эмираты будут всегда на нашей стороне и нам не заблокируют, это всегда будет риск, а кто бы что ни сказал, невозможно предвидеть, что будет дальше, да, там, как кто подумает, как поет, но с учетом последних, десятилетий, да, там, вся политика Эмиратов была, они всегда были лояльны от всего, да, там, они лояльны даже, вот, в Эмираты сколько... Нейтральный, наверное, нейтральный. Ну, сколько даже беглых преступников, да, там, которых мы, хотя они с нами вроде как, нейтральные скажем да там белый преступник убежал в дуба и дуба их не выдает а дуба и выдаст из ты кого-то убил там что связано с наркотиками с оружием если что связано с экономическими какими преступлениями диспочек спорная ситуация там да там наказание они как жизни выйдут да там это вот всегда нейтралитет он их держал как-то на таком посерединке да там вот что сегодня они взяли нейтралитет определенные датами это принимают русские поэтому всегда будет риск всегда будет риск да там конечно если ты инвестируешь миллионы долларов в эту страну да там тебя там будет недвижимость который ты не сможешь забрать с собой куда-то унести да это будет твой риск да там вот но есть этот кратко бизнес да там который какой-то который с быстрой окупаемость я считаю да там ну это относительно небольшой риск классно ну что что самое главное я так скажу я подчеркнул что если ты в дубае работаешь в таком режиме как вот пример я работаю там я встал в 5 утра там пробежался нам начал работать ты ты можешь достичь там достигнуть больших высот больших высот да я кстати хочу сказать что виталик реально не придумывает мы с ним мы с ним встречи у нас проходят в 5 30 утра я иногда звоню кому-то говорю это куда я вот на встрече был 5 30 утра мне еще куда вообще с ума сошел говорит какие 5 30 утра человек встает в 5 утра уже как бы обычно в 5 30 в зале и когда у меня есть возможность тебе приехать и пообщаться это редко происходит то с удовольствием это делаю день растягивается очень очень длинно слушай классно согласен то есть ты считаешь что одним из критериев успеха в дубае это быть не расслабленным и не таскать банан из пальмы а как бы work hard как москве да а если ты будешь работать если у тебя есть четкая цель ты не будешь расслабляться сто процентов будет результат ты не можешь сработать там в минус потому что ну при усе усердие там ценится если ты приехал дуба у кого-то работать до 1 оставляющая да и ты будешь работать и тебя будут его ценить потому что я со многими компаниями общаюсь да вот у меня например коллеги это сидят юристы курки шанс зарабатывать там в месяц там на десяти там до 100 тысяч долларов каждый месяц просто хорошие контракты приходят далее вот те туристы в инстаграме целый день или сидит какой-то соц сети он гатушину подучи язык и выйди оттуда вообще не хотят пляж кого они все хотят расслаблены в пятница если там три часа дня вообще никто не хочет разговаривать про работу и про продолжение дня все же думают как свалить побыстрее домой вот это вот это пеша и я даже не знаю почему я сразу почему так жарко потому что сиеста страны теплые так мне кажется не просмотрит друг на друга и пытается повторить то что если это ушел на пляж вечером да почему я будет работать как это ну с кадрами с кадрами проблемы везде во всем мире с кадрами если ты едешь с целью зарабатывать а в дубае все приехали зарабатывать да там и ты бы не будешь меняться в сторону больше отдыха сто процентов заработаешь я в этом уверен круто офиса даже бы содержать и собирать команду нужно где-то их сидеть скок в среднем стоит офисы в дубае ну давай небольшой компании там пусть где будет опять до 50 человек вот так по 5-10 человек ну давай так я тиску суб на там когда вот там год назад и открывался первый офис мой принцип был какой во первых я хотел чтобы был красивый офис да там просто там есть очень много некрасивых убитых просто офисов да там непонятно каких-то зданиях на окраинах я даже такие офисы не смотрел на там поэтому я скажу про средний на при 100 метров в офис да там к с красивым видом я люблю красивый офис был был комфорт работ панорамные окна красивый вид высокий этаж чтобы со стеклянными перегородками и был сразу с мебелью и хотелось чтобы новая его очень свежая мебель была ну вот 100 метров в офис стоит примерно там 250 тысяч рублей в месяц в рубли перевести да там что все в долларах значит ну типа себя в рублях да ну сколько ну три-четыре тысячи долларов в месяц это стоит да там с офисами точно такая же картина как с квартирами офис пытаются получить либо за год вперед сумму плюс 10 процентов депозит то что если мебель есть и брокер берет еще этого от 5 до 10 процентов вот либо ты можешь поторговаться ну может по квартально это лучше что может торговаться но красивый офис вообще на это не идут да я думаю лучше вот я например смог выторговать не за год а за полгода сразу перед оплатил и потом через год и также по тоже по той же схеме я выписывал чек за год до только он чек это один обналичивая сразу 2 там через полгода идет наличие удивительно слушай следующий вопрос как мы с тобой говорили то фрилансеры все-таки наверное не все себе могут позволить открыть компанию за такой счет ну за такой чек на что делать фрилансером это кстати кейс вот самозанятый если никаких проблем нету открыть тебе счет физлица в дубае можно ли работать там и принимать деньги на свой счет физлица например ческать paypal или те как еще компании будут платить как вот быть всем всем остальным у кого нет таких ресурсов то что эта форма она ну такая самая-самая скажу так экономичный вариант открытие там какой-то компании что фрилансер да там все того что нынешние фрилансеры в россии там в снг не могут сейчас получать деньги ниоткуда да там они кто-то уехал в турцию кто-то уехал в сербию кто-то еще под уехал в грузию да там ну и что дуба это топовое место где ну и куда нужно ехать да там потому что эта страна не просто для проживания эта страна для зарабатывания денег и нарабатывали контактов и контрактов потому что все кто мои знакомые там фрилансеры там особенно и зайти отрасли переехали дубая там они с первых дней смогли заключить какие-то контракты уже найти себе работу и очень плохо зарабатывают и они мне говорят слушай а почему вчера не переехали вот тут ситуация нас подвигло сегодня да поэтому сам процесс регистрации он относительно простой фрилансер подает минимальный комплект документов он подает паспорт аренду квартиры договор аренды квартиры для намерения мы подаем все это регистрацию службу там не в чине там пяти семи дней и регистрируется фрилансер то есть фрилансер это как форма условного самозанятого до чтобы тему полностью раскрыть а сколько стоит зарегистрироваться как фрилансер ну как фрилансер примерно платежей официальных там на где-то две с половиной тысячи долларов может быть две с три тысячи долларов официальных платежей да то ну примерно около там полторы тысячи долларов стоимость наших услуг с точки зрения счета счет для фрилансеров ну принципе если у тебя довольно-таки прозрачная отрасль да там фрилансеры могут быть не каждый видеть если может стать фрилансером айтишка сможем айтишка какие-то там услуги может быть там парикмахеры там еще какие-то население все это можно быть мне надо кровать отдельный расчетный счет как фрилансеру или я начинаю как-то свой физик и счет конвертирую ну там а именно счет как фрилансера он будет как и счет физика считаться это твой счете вот одна карточка привязана к этому счету а что-то дает этот статус фрилансера если я уже приехала как физик открыл себе счет иметь право вести деятельность и коммерческую деятельность именно оказывать услугу потому что если ты просто приехал как физлицо во-первых если приехал просто как турист вообще не имеешь права там работать тебе нужно статус и за страну именно работа если ты работаешь ты должен кому-то оформиться в компанию тебя должна форме зарегистрировать трудовой договор то есть пройти при на простую визу на тебя открыть как на сотрудника смотри такой вопрос завершением есть ли альтернатива дубая я считаю ну как можно назвать там уровнем ниже альтернатива это турция стамбул многие туда особенно фрилансеры поехали открывать и устраиваться там работать но я считаю что если у тебя например бизнес связан как-то с торговлей с каким-то с этим сегментом то в турции может быть или с логистикой да там может быть как то можно что-то устроиться открыть для меня турции он относительно неизведанный да там именно с точки зрения бизнеса открытия бизнесом я его не изучал только знаю со слов там друзей там да то там может быть дешевле можно открыть счет как на физлицо там и это проще чтобы открыто физлицо ты регистрируешь компанию пришел там открыл сюда тоже стоит каких-то денег тоже стоит там до 5000 долларов это стоит ты просто как физик как физлицо открыл этот счет вот но с точки зрения бизнеса я считаю кроме дубая других альтернатив на сегодняшний момент не вижу да то почему это сам начал тратить свои силы энергию да там открыл офис потому что я вижу там большой рынок высокий чек очень удобно географически туда ездить да там самолета в ночь сил утром там вышел вот во первых климат не очень нравится да там я люблю тепло я устал от серости у нас здесь в россии кого да там я хочу тепла и хочу моя душа моя душа хочет тепла и солнца да там всегда солнце да поэтому кроме дубая ниже другой тратива классный ответ и такой кейс может быть и хочет что-то добавить тем не знаю какой мысль ключевую людям которые хотят открыть бизнес в дубая хотят открыть компанию в дубая может быть что-то мы забыли осветить в этом интервью и ты хочешь что-то еще дополнить что-то особенное так и скоро самом деле бояться не стоит да там до чек высокий старт а чек высокий да там но если вы в себе уверены да как предприниматель и хотите развивать хоть именно заработать да там свой может первый миллиард то нужно идти туда потому что ты шаг на себя перебороть если и жил и главное что было желание работать и зарабатывать они просто приехал открыл офис утром вечеринку буду открыть офиса и забыл про это все естественно будет неудача если ты готов работать зарабатывать пахать да то там можно заработать большие деньги ну что это было классное завершающее слово от виталия друзья спасибо что были с нами я надеюсь что данный контент такой вот жир я стараюсь каждый раз встать на место человека который вот прям хочет все вытащить из питера я поэтому надеюсь что данный контент был вам супер полезен не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях как я играл я попрошу виталия лично ответить прочитать прочитать комментарии и лично ответить на них подписывайтесь на канал контакты виталия его компании также будут в описании и самое главное это занимайтесь тем что вы любите потому что то что можете сделать вы не сделает никто виталий спасибо тебе большое за отлично не сильно я тебя промочил не промахнулся так давай протрем еще раз пока пока да нет ну это же вообще топ это просто топ вообще не говори это наш мануал которому кто-то решит заработать это люди про только твой мой жизненный опыт расскажу тебе это люди про Продолжение следует...